изгибы когда объем не меняется менять чистым образом меняется форма здесь нам нужны три числа потому что симметрия все-таки меньше чем симметрия изотроп это высокая степень симметрии кубической симметрии но все-таки это не произвольная какая-то операция и всего на все 48 операций группе куба ну я думаю что я не буду здесь вдаваться в большие подробности но мне хочется мне кажется это полезно я помню как я в свое время какое-то время надо ответить на вопрос а что надо сделать для того чтобы вот это выражение перешло хорошо нам знакомое выражение для свободной энергии изотропной среды понятно что если речь идет вот о изотропной среде то я могу по очереди также как это мы делали вчера применить рассмотреть вот эти все операции мы там говорим про произвольную операцию но значит в число этих произвольных операций которые позволяли нам написать явное какое-то определенное выражение для свободной энергии изотропной среды в число этих операций входит разумеется и отражение какой-то вот координатной плоскости о чем в любой координатной плоскости которые мы вчера говорили и повороты на 90 градусов про который мы опять же вчера говорили эти операции есть операции симметрии изотропной среды само собой и поэтому вот это выражение она ну просто еще как бы не доведенная до конца выражение на пути которые мы получаем на пути к вот использованию этой идеи что если значит среда обладает изотропией то наряду с принципом неймана мы можем на что-то установить какие-то связи и получить между компонентами тендерной глубокости и получить соответственно то выражение о котором мы говорили когда имели ввиду изотропную среду так вот что надо добавить для того чтобы эти связи возникли и мы действительно уже это выражение свели к тому что вот нам известно как плотность свободной энергии для изотропной среды хочу об этом сказать потому что как я уже сказал и помню что я вот какое-то время но это очень давно было когда-то но я уже сдал евгениками 4 механику сплошных средств мне ее поручили читать и я помню что задавался этим для себя вопросами какое-то время не мог сообразить на честно надо сделать хотя сделать конечно надо очень простую вещь давайте повернем вокруг оси ну проще всего может быть оси z нашу систему координат вот мы ее поворачиваем на 90 градусов отражали в плоскости давайте повернем на сколь угодно малый угол вокруг какой-то произвольной оси ну давайте чтобы нам самим было попроще повернем вокруг оси и если среда сейчас мы делаем шаг дальше вот для куба для кубического кристалла мы все сделали еще добавляю просто я говорю что а пусть у меня среда изотропная уже не кубический кристалл для кубического кристалла все вот три константы три константы характеризуют упругие свойства кубического кристалла а если среда еще проще вот она изотропная если не соображать как вот мы тогда помните говорили что а значит такие вот компоненты не преобразуются фактически они преобразуются как бы сами в себя и поэтому у нас там должны возникнуть такие связи между компонентами тензора чтобы выделились инварианты скаляр вот у нас такой был путь а сейчас мы как бы другой путь пройдем для получения выражения свободной энергии изотропной среды вот эти все операции законны которые мы делали потому что все эти операции которые мы вчера рассматривает операции симметрии для изотропной среды вот добавим сюда еще поворот на произвольный какой-то малый угол вокруг оси z поскольку сейчас я говорю про изотропную среду что это мне даст вот действительно это позволяет установить связь между вот двумя из этих вот трех параметров такую связь которая ну даст нам выражение для свободной энергии изотропной среды значит давайте вот рассмотрим матрицу которая позволяет нам совершить вот это вращение насчет система координат вокруг оси z на некоторый произвольный угол амир я сейчас хочу написать матрицу именно поворота вчера помните мы рассуждали таким ну вот простым физически наверное самый самый правильный способ говорили что вот у нас есть мы обходились как бы без матрицы хотя без матрицы преобразования хотя это на самом деле можно все написать с матрицы мы говорили что компонента тензора четвертого рынка преобразуется как произведение соответствующих четырех компонент радиус вектор ну и поскольку мы там говорили об отражении какой-то плоскости повороте на 90 градусов там можно было просто сразу без матрицы написать как преобразуется каждая компонента я сейчас хочу написать выражение для матрицы произвольного в смысле угла поворота ну на некоторые значит угол амир я надеюсь у вас там где-то в записях есть у вас есть матрица произвольного поворота вокруг произвольной оси матрицы которая описывает что происходит с компонентами любого вектора когда значит система координат меняется таким образом что она поворачивается на произвольный угол вокруг произвольной оси значит я сейчас напишу чтобы не громоздите тем более что это у вас есть я напишу то что получается когда мы там считаем угол малым и соответствующие синусы и косинусы заменяем на ну то что получается когда аргумент малый то есть косинус заменим на единицу минус омега квадрат пополам косинус омега заменим на единицу минус омега квадрат пополам чуть угол маленькая синус омега заменим просто на омега ну и вот эта матрица про и поворота если плюс к этому мы еще значит считаем что ось поворота это ось z то есть ее компоненты это для для 1 ну 1 проекция на ось x на ось y равно нулю а на ось это единица вот это тоже там надо учесть в общем в общем выражение для матрицы поворота ну и вот она тогда значит становится вот такой это единица минус омега квадрат пополам ну тут единичная матрица вот значит плюс омега квадрат пополам ну и плюс вот это слагаемое которое всегда мы знаем если мы ограничиваемся членами первого порядка то это вот привычная то членами первого порядка по малости угла вот это стандартная минус 11 тут вот так вот это вот увидите значит вот действительно ну то есть речь идет о том что вот у нас есть какая-то исходная система к да вот мы поворачиваем вокруг оси вот у нас головой секс вот у нас штрих вот у нас так направлено игре штрих штрих совпадает вот мы повернули на вот угол омега для произвольного угла и для произвольного направления оси поворота у нас есть очень такая громоздкая вот штука которую я выписывал прошлый раз если там в нем в этом громоздком выражении иначе мы положим но я по-моему буквой c обозначал эти компоненты вот вектора который задает направление оси вращения на числе мы положим что c11 c2 равно ногу отца три единицы и воспользуемся тем что угол маленький вот тогда значит матрица превратится вот по что то есть вообще-то говоря матрица то одна ну она на самом деле представляется как сумма этих трех матриц ну конечно значит лучше ну что тут стоит вот на этом месте значит когда мы все это помножим то вот мы к этому должны будем прибавить омега квадрат пополам тут единицу по сути дела останется ну и тут 0 ничего значит здесь не будет кроме единицы ну и значит и тому подобное но так вот я написал это потому что когда мы имеем ввиду поворот вокруг произвольно ориентированной оси на произвольный угол там удобно представить вот эту единую конечно матрица мы увидим сумм таких вот трех матриц и в этом выражении которое я вам когда-то выписал там где-то на 2 может быть и лекции я я в том выражении вот это вот делаю далее заменяю значит синус и косинус соответствующим образом синус на это выражение там очень нас вот на это ну и тут соответственно остается единица минус косинус превращается вот в это выражение поэтому ну это единая матрица но просто она так вот расписано и значит что теперь для чего это я все так сказать собираюсь если я хочу найти как у меня что у меня случается с компонентой матрицы x x x с четырьмя эти миксами вот я вот она у меня есть она и две другие значит x y x и крик и что там еще значит x x y и крик вот у меня такие три числа вот когда я поворачиваю когда я перехожу от как к штрих от системы к отсчета значит я перехожу к системе к штрих значит тензор все компоненты тензора меняются и вот это лямбда x x x x x в штрихованной системе отсчет может быть лучше здесь штрихи написать но их надо четыре раза ставить я уж один раз так тоже разумеется делают вот эта компонента тензора должна быть выражена через значение всех на самом деле у нас здесь остается только три через значение вот этих вот трех лямбда x x x x x без штриха лямбда x y x y со штрихом и лямбда x x y со штрихом как выражено ну стандартным образом значит у нас есть общая формула лямбда там и к и со штрихом да значит это альфа ну и п там альфа к р альфа л с альфа м т умноженное вот на это лямбда вот общая формула которая говорит о том как меняются компоненты тендора когда мы переходим от системы как системе к штрих ну в общем виде это правило преобразования тендера если величина так себя ведет что вот связи вот такие только на есть тогда мы знаем что это тендер четвертого ранга его преобразование вот у меня значит выписано здесь произвольная какая-то операция вот приход от одной системы другой если мы возьмем вот именно эту ситуацию когда в качестве матрица альфа мы возьмем вот это вот это вот выражение это значит вычисления они вообще-то простые но известной аккуратности вот у меня это занимает вот страницу вот они расписаны если вдруг у вас будет какой-то интерес не будет получаться если вдруг усерить то вот ради бога я с удовольствием покажу но на самом деле кроме ну аккуратности не там не потерять какие-то подобные аккуратно все привести ничего не надо надо просто действительно вот значит подставить сюда вот это и есть наша матрица но какая-то там какие нас еще богу там я не знаю ну а вы что ли вот самом деле конечно в том смысле что придаем если мы здесь но эта матрица может быть я зря так садись значки не нужны имеется ввиду что какая-то компонента и поезде если это и по 1 и 2 то вот надо взять вот это вот прибавить это вот ну тут ничего не надо прибавлять если 0 ну и вот этот 0 то же самое ну и вот это и будет 1 2 альфа 1 2 они все здесь у нас есть от 1 1 до 3 3 все это есть значит вот в результате значит этой самой постановки что получается вот получается что это вот будет так плюс 2 мига квадрате и тут значит бел cumplен к Na 2 ламуда скры Prince tips и дгс плюс снова а нет минус минус на самом деле минус там получается ну слен за икс 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 вот значит закон преобразованный а дальше принцип на его на дальше принято на вот это я воспользовался правилам преобразования а с другой стороны тренинг на ему на если сейчас речь идет о изотропной среде то вот это компонента новой системе это должна иметь то же самое значение что в старый вот это у меня написано не в связи с законом преобразования просто с моей уверенности в том что вот если всегда изотропно то эти числа будут совпадать какую бы систему я не использовал ну что ж значит теперь приравниваем и значит обнаруживаем что ну вот это вот сокращается омега заведомо не 0 вернем все-таки на какой-то очень малый угол на нее любой повернем это будет означать что у нас здесь вот 0 должен быть то есть оказывается что для изотропной среды существует вот такая вот связь очистка среда изотропно то в том выражении для свободной энергии которые у нас было мы должны вот еще положить существует вот такое вот соотношение значит если дальше мы с вами значит вот в том выражение которое здесь у нас было только что выписаны только стерта если мы в него вот это вот величину обозначим глянда а вот это вот величину обозначены то той записи которая значит у нас было сейчас все это уже получится по этому поводу не будем если мы в той записи это учтем то у нас уже значит получится выражение которое нам хорошо знакома которые мы из других соображений получать значит вот для плотности свободной энергии получится вот такое вот выражение 1 2 рянда ну у там к к допустим в драке это помните этот шкур в квадрате ну и плюс у и к и к вот можно таким образом вернуться к старому выражению для плотности свободной энергии изотропной среды я помню что ну вот такое было со мной приключение значит я никак не мог как всегда знаете везде вот везде надо везде хватает ну как то вот с тем что я на тот момент сталкивался мне везде хватало преобразование первого порядка ну вот я поворачиваю на какой-то угол угол мало и ограничимся первым порядком если ограничиться первым порядком то понимаете как получается между принципом неймана и в этом вот соотношением которое получается в первом порядке никого раньше не у меня получались два выражения из которых я ничего не могу извлечь и пошло какое-то время я помню прежде чем не пришло в голову что ну что надо просто сделать надо пойти дальше и вот возникает тогда действительно вот эта связь которая приводит к нужно ну как-то я не нигде в книжках я про это не читал вот такого что ли рассуждения хотя это все конечно очень просто но я как-то помню что меня это очень царапало и никак не мог понять ну вот действительно ведь надо что-то еще какое-то условие между изотропной средой и кубический симметрии есть определенное соотношение изотропия так сказать более общее что-то чем кубической симметрии кубической симметрии это часть симметрии изотропной среды значит что-то надо добавить и получить вот как как получить из выражения для свободной энергии деформированной среды из кубической симметрии вот что-то для изотропии вот почему-то я помню что меня это очень расстраивало и я был очень рад когда я в конце концов изобразил что надо сделать но вот хотел с вами поделиться так сказать на что в книжках не находил ответа но вот такая вот добавка может когда ты это чем-то вам поможет не знаю какой-то аналогичной какой-то ситуации ну вот значит что собственно еще сейчас я может быть напишу вот под этой формулы снова для изотропной среды если мы с вами эту плотность продифференцируем по кому-то произвольному значит произвольной компоненте тензора деформации то в соответствии с принципами общей термодинамики мы получим сигма соответствующие но если полу и к дифференцируем то получим напряжение соответствующих компонентом напряжения ну и вот отсюда дифференцируя это по убега значит мы получаем то что на самом деле мы уже выписывали вот у нас возникает такая формула которая представляет собой в общем уравнение состояния для изотропной среды деформации и напряжения связано вот таким вот значит линейным образом линейным образом значит вот используем это обсуждая дальше то есть оставили этот предыдущий параграф позади зачем он может пригодиться если бы мы захотели исследовать какие-то движения вот в этой среде который обладает кубической симметрии нам бы надо было вот аналогичное дифференцирование провести в том выражении которое я только что стер выражение вот где эти три параметра у нас есть и и уравнение для среды были бы другими ну и анализ был как был был бы какой-то другой сейчас вот это уже мы опять вернулись к изотропной среде как чем-то более простом это вот уже для изотропной среде ну и теперь значит у нас есть вот такая вот возможности это нам надо сделать вот значит давайте мы сейчас вот это уравнение но это несколько уравнений естественно это фактически шесть уравнений для каждой компоненты ну когда зададим эти два значка у нас правая часть будет либо такая либо и высекает как это все будет меняться вот для этих вот на используем эти уравнения для того чтобы написать уравнение которым в равновесии подчиняется вектор информации произвольной точки среды то есть можно написать так значит уравнение равновесия упругого изотропного тела может быть это такой отдельный как бы параграф небольшой значит условия равновесия угол изоток мотив значит мы просто конкретизируем общее условие равновесия которое как мы с вами помним значит они выглядят так вот у нас про скажем и тогда плюс д сегма и катая о д x катая должно быть равно нулю вот если среда находится среда поле плотности которые вот представлена здесь буквой ров вот она находится в поле каких-то массовых или объемных сил f это это вот это компонента этих сил значит естественно возникают какие-то напряжения которые компенсируют вот эти внешние воздействия да и у нас каждая точка среды находится в равновесии вот это 0 он говорит о том что но фактически равновесие возникает связи с тем что вот каждая точка среды она собственно подвержена ну каким воздействием здесь какая-то массовая сила ну типа там тяжести вот которую ну всегда можно вот как пример обычно об этом и говорят ну какие-то может быть там вот центробежная сила да если мы переходим в систему вращающиеся но относительно то может центробежная сила действовать на разрыв да ну в каких-то задачах там когда вы раскручиваете мысленно какой-нибудь ротор энергогенератора на огромная какая-то металлическая штука ну как вот на этой самой саяно-сушенской без огромный какой-то масса такая да с бешеной скоростью вращается в общем там центробежной силы обязательно надо учитывать вот эта сила которая будет действовать на по всему объему среды что на вот распределена реально будет значит она действует разумеется на какой-то элемент среди вот на произвольный элемент от этого ротора генератора еще раз значит вот что это такое может быть и и так значит вот среда с какой-то плотностью вот какая-то массовая сила в каждом месте на каждую точку среды вот с этой плотностью вот в этом месте действует какая-то сила почему . остается на месте ну потому что она окружена другими частицами среды и вот что собой представляет вот это слогамо но по сути дела насчет напряжения которые возникли в среде по сути дела это результирующая сил которые к этой точке приложены со стороны окружающих ее частиц среды ну и вот эти две силы значит массовая и то что возникает потому что частица как-то теснится между другими частицами среды вот эти силы друг друга компенсируют в результате значит результирующая равна нулю ну все остается так сказать на месте на месте я говорил про ротор ну надо представить себе что вы крутитесь вместе с этим ротором да вот в этой системе отсчета тогда объективно в этой вот вращающей системе отсчета действуют вот эти массовые силы но ротор то относительно вы то относительно ротора система относительно ротора не вращается есть эти силы возникают какие-то напряжения конечно инерция хочет разорвать ротор на части разбросить так сказать ну а чуточки остается на месте ну вот они как-то сцеплены значит возникли какие-то напряжения и все это остается покоем ну в общем вот вот эти наши условия должны быть соблюдены для того чтобы эти уравнения должны быть выполнены для того чтобы среда оставалась в покое значит если эта среда изотрупная то мы можем подставив сюда вместо напряжение выражение для напряжение через тензор деформации мы можем получить уравнение для компонент тензора деформации ну а так как компоненты тензора деформации связаны с вектором деформации естественно они появляются у нас как производный там комбинации производных от компонент эндера деформации то мы можем это вот эти уравнения переписать как уравнение для вектора деформации то есть мы будем иметь уравнение которое позволяет по известному полю этих внешних массовых сил в которое мы среду погрузили мы будем иметь уравнение для вектора деформации которые ну возникает равновесие вот при этих внешних условиях вот для этого это нам на ну значит что мы должны сделать просто будет подставить подставить вот сюда вот сюда вот это вот выражение для изотропной среды для какого-то кристалла будет что-то другое но если вот не изотропной среды то естественно получается вот такое вот выражение значит ну я позволю себе уж очень со временем у нас плохо значит я просто не буду учиться да ну знаете как будем конечно что обязательно договорить давайте будем считать что среда в смысле упругих свойств однородно то есть вот эти вот коэффициенты которые это живет в каком-то месте написано для какого-то места это поля и вообще говоря упругие свойства могут меняться конечно точки к точке это будет означать что константы ламы вот эти вот характеризующие упругие свойства нет точки точки меняются вообще говорят но давайте конечно вот рассмотрим простую ситуацию то есть будем считать что это все какое-то однородное вот эта среда какая-то однородном смысле своих упругих свойств и будем просто за производного по координате лямбда и мы проносить ну и значит тогда тогда у нас получается так получится я просто напишу значит что получится у нас вот как значит лямбда да может быть я должен конечно еще предупредить что вот мы не знаю может где-то будет слишком на другой стороны это и так уж и тяжело значит я хочу написать выражение которое сразу возникнет при подстановке вот вместо у ну в общем случае значит что такое у нас это будет одна вторая написал наоборот ну ладно это важно ну здесь просто частный вариант вот конечно же я щас напишу выражение где уже не будет компонент тензора потому что я вот этим воспользуюсь и там появится только производные вторые производные конечно вторые потому что сейчас будем дифференцировать появятся вторые производные компонент вектора деформации по координатам вот если это всего ну тут нужна какая-то аккуратность надо тоже так сказать терпение определенным аккуратно проделать и оказывается что получается вот так но принципиально здесь ничего такого что нуждается в комментировании тут ничего такого нет значит звучащий индекс и так а так и еще одно слагаемое вот то есть у нас уже вот значит получилось такое уравнение специально 2 порядка относительно компонент вектора деформации что-то внешне в этом уровне это вот более массовых сил ну значит это не трудно переписать векторном виде значит это три уравнения конечно на самом деле потому что здесь мы все значки звучащие но паэль суммирование два раза попадается а значит каждая слагаемая как звучащий несет на себе вот этот значок к ну и значит видно что мы можем поступить вот таким вот образом значит у нас здесь может быть это все значит переписано таким образом это вот это вот слагаемая это мил вот эти дважды встречающиеся то есть здесь с произвольным к значит и дифференцируется дважды по x по y по z значит и суммируется вот это производная для произвольной компонента то есть это мил на лапласу это нужно вот так вот вектор мы записать вот эти три уравнения значит если взять вот эту часть в векторной форме то это будет вот так а вот тут ну предполагая конечно что можно менять местами дифференцирование они вообще-то на самом деле вот появляются вот таким вот образом но вот видите здесь значит что такое написано вот можно сказать что это градиент дивергенции да потому что я могу написать d по dx катому от чего от d у л по д x и да по и суммирование значит это дивергенция ну и катая компонента то есть градиент дивергенции здесь немножко не так на самом деле вот когда мы там делаем это в подробности это все-таки вот ну это не совсем случайно так написано но мы конечно будем считать что можем поменять местами дифференцирование производные не будут зависеть от порядка ну и тогда это слагаемо точно такое же как то то есть это будет лямбда плюс ню лямбда плюс ню и здесь градиент дивергенции градиент дивергенции ну и вот сроки равняется ну вот значит это и есть уравнение для вектора деформации произвольно какой-то точки среды которая возникает в точке где плотность такая где массовая сила ну что тут обычно еще добавляют значит если деформация вызывается объемными силами они поверхностными то ну это слагаемое просто пропадает и ну естественно у нас вот просто можно вот это вот слагаемое играть в каком случае еще раз когда деформация определяется не массовыми а поверхностными силами когда массовые силы ну либо они на самом деле отсутствует хотя тяжесть на земле конечно в общем то отсутствует но когда дело падает да допустим или она там может быть она плавает в общем ну или космонавт в корабле где-то нету тяжести какие-то такие ситуации ну а обычно просто может быть там ну какая-то стальная там болванка для которой не не так важны но она тяжелая конечно но на нее может быть через поверхность оказывают давление которое ну гораздо более существенно чем то чтобы на вот для нее самой то что она тяжелая это имеет конечно значение но она может попасть такие условия когда гораздо важнее что ее как-то обжимают там в каком-то прессе чем ну то что она тяжелая это важнее для деформации ну можно себе представить вот такую ситуацию ну просто можем пренебречь тогда выбросить не тут в том смысле что мы создали какие-то условия невесомости а просто вот это не так важно не так важно как движение давление какой-то силы которая через поверхность действует на наш какой-то вот объект ну и тогда на эту нашу культа среду но тогда вот уравнение становится вот таким значит эти силы которые приложены поверхности вот здесь их нет но они войдут конечно в ответ через граничные условия это как вчера когда мы вот с вами растягивали стержень да самом уравнение тоже значит никаких сил нет фактически я не виду вот этих массов были приложены сильных торцам помните ну вчера вот торцам да мама массовые мы выбросили мы получили вот эти обычные там ситуации с модулями юнга вот именно это мы ну похожим образом мы вчера уже поступали вот значит силы конечно входят в ответ но как через граничные условия уравнение в самом вот если мы их выбросили значит естественно их нет но они не исчезли просто есть граничные условия которые здесь мы не написали ну и вот если мы в этом уравнении подействуем на обе части уравнения операции дивергенции но естественно справа естественно получится но то ответ можно будет записать так вот если мы действуем операции дивергенции то значит у нас тогда получается так вот здесь вот дивергенция градиента это даст нам лаплас даст нам лаплас и тут получается а здесь ну просто порядок другой дивергенция лапласа а тут лаплас дивергенции но эти дифференциальные операции мы считаем перестановочными и тогда у нас оба слагаемых ну они вот несут эти множители постоянные но они так как все это через эти постоянные проходит операции дивергенции поскольку у нас здесь оба слагаемых оказываются значит ну вот содержащие метод самый дивергенции оператора лапласа ну или в обратном порядке значит это можно записать если хочется ну и получается что следствием значит это уравнение является вот значит такое уравнение причем значит вот с учетом того что если мы подействуем значит на вот это вот соотношение оператором дивергенции то у нас тогда получается так что вот дивергенция может быть заменена вот из этого вот соотношения значит дивергенция может быть заменена на оператора лаплас ну результат действия значит такой что мы можем если мы так значит вот это безусловно так да и так и значит если я так это получилось потому что мы вот здесь одинаковое вынесли значит постоянная лямбда плюс 2 мё мы сократили у нас возникло вот такое вот уравнение ну да значит на самом деле вот мы действовали раньше дивергенции сейчас надо просто вот что сделать мы можем подействовать оператором лапласа еще нам не мешает мы можем обе части уровня подействовать оператора лапласа ну он естественно проходит сюда и здесь у нас возникает квадрат оператора лапласа он действует значит на но ну а здесь значит когда он у нас здесь появляется то мы его можем сюда протащить и поскольку у нас получился вот такой вот результат что оператора лапласа на дивергенцию это 0 то это слагаемое просто исчезнет если я действую на вот это выражение оператором лапласа то у нас здесь получается мю дельта дельта у а это просто обнулится поскольку справа 0 естественно при этом остается то получается так что вот необходимым условием равновесия для вектора деформации является следующее он должен удовлетворять вот этому как его называют бигармоническому уравнению то есть если массовых сил нет то вектор деформации удовлетворяет бигармоническому уравнению то есть искать вот решение в общем случае ну в общем случае когда нету массовых сил можно используя какие-то известные решения бигармонического уравнения можно но как бы сразу искать вот в этом множестве да какие-то ответы которые надо приспособить просто в данном граничном условии вот для этого ну имеет смысл вот это все имело смысл вот это все говорит ну вопрос связанный конечно с этим вот уравнением равновесия для компонент уже вектор деформация ой что-то мне прямо не по себе как-то начистотом у нас перерыв то уже давно пришел что-то продавайте немножко перетопил